Привет, друзья! Сегодня покажу вам эксперимент, который, судя по всему, передается по наследству в моей семье. Когда-то его мне показывал мой папа, потом я показывала его своей дочке и сыну, и, судя по всему, когда они вырастут, они тоже этим простым экспериментом удивят своих детей. Итак, что нам нужно для того, чтобы провести этот эксперимент? Какая-то глубокая емкость, какая-то прозрачная емкость, стакан с водой, кусочек пластилина и спички. Кстати, спички – это тот самый секретный ингредиент, который вызывает восторг у всех детей и создает эффект вау. Итак, мы начинаем с того, что в центр тарелки приклеиваем кусочек пластилина. В этот кусочек пластилина я вставляю две спички. Вот так они будут рядышком друг с другом стоять. Теперь в тарелку я наливаю воду. Примерно вот так. Практически полная тарелка у нас получилась. Теперь то, чего ждут больше всего дети – зажигаем эту спичку. Самим нельзя, под контролем родителей можно. Поджигаем две спички. И накрываем всю эту конструкцию банкой, и сейчас будет происходить волшебство. Спичка горит, гаснет, и в это время вся вода из тарелки набирается в банку. Вот в тарелке уже практически ничего не осталось, все в банке. После эксперимента можно поговорить с ребенком о том, почему это произошло. Если ребенок не знает, в том числе этого не знаете и вы, то ответ можно найти в интернете. Вот что тут пишут. При горении спички нагревается воздух, который был в этой банке, и нагретый воздух увеличивается в объеме. Когда спички накрывают вот этой банкой, кислород, который поддерживал горение спичек, заканчивается. Спички гаснут, и воздух в стакане, естественно, в этой банке начинает остывать и уменьшается в объеме. Поэтому давление в банке становится меньше атмосферного, и уровень воды в банке начинает подниматься. Все просто.